МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 сентября в России вступили в силу ряд изменений в законодательстве. Среди новшеств – гаражная амнистия, увеличение размера больничных по уходу за детьми, упрощенные правила онлайн-продажи препаратов для аптек, а также разовые пенсионные выплаты. С началом нового учебного года изменения ждут российских школьников. Так Минпросвещение и Россобнадзор упорядочили график проведения контрольных работ. Теперь в одной параллели классов следует проводить контрольные по каждому предмету, раза в две с половиной недели и не больше одной в день. В школе начнут изучать финансовую грамотность. При этом преподавать ее будут в виде новых тем в рамках курса математики, окружающего мира, обществознания и географии. В подобном формате в другие школьные дисциплины внедрят тему по экологии, умению противостоять экстремистскому, террористическому и криминальному воздействию – патриотизм. Для студентов вузов тоже подготовили нововведение. Теперь они смогут обучаться сразу нескольким квалификациям. Кроме того, после второго курса теперь можно менять факультет и профиль обучения, а аспирантам предстоит проходить обязательную предзащиту диссертаций. 1 сентября в России началась гаражная амнистия. Российские автолюбители в течение пяти лет смогут бесплатно и в упрощенном порядке оформить собственность своей гаражи и землю под ними. Речь идет исключительно о строениях, возведенных до 30 декабря 2004 года. Такие гаражи должны располагаться на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Амнистия продлится по 1 сентября 2026 года. Торжественные линейки 1 сентября в этом году прошли в ограниченном формате. На праздник пустили только первоклашек, учеников 11 классов и их родителей. Для всех остальных в кабинетах прошли классные часы. О том, как своих учеников встретил Центр образования, расскажем в следующем репортаже. 152 первоклассника в этом году переступили порог Центра образования. Прошедшие с утра дождь и ненастное небо не испортили настроение детей с нетерпением, ожидающих своего первого звонка. Я иду в школу с отличным настроением, жду пятерок и успехов. Иду с хорошим настроением, жду учения и новых друзей. С каким настроением в школу идешь? С очень хорошим, я рада, что я иду в школу. Чего ждешь от школы? Радости, веселья, что у меня будут лучшие друзья. Я хочу хорошо учиться, я в будущем хочу стать сценаристом. Я думаю, что в школе очень будет круто. Торжественная линейка в Центре образования всегда тематическая. В этот раз праздник был посвящен полетам. Родители в костюмах бортпроводников исполнили творческий номер, а учителя запустили в небо воздушные шары. Три, два, один, поехали! Центр образования – самая молодая школа нашего города, открытая в 2019 году. Несмотря на юный возраст, учебное заведение уже заработало себе хорошую репутацию. По итогам прошлого учебного года школа стала лауреатом премии «Знак качества» среди инновационных площадок Института системно-деятельностной педагогики Людмила Петерсон. Спасибо всем! Это наша общая победа. А значит, нам есть чем гордиться и цель полета не за горами. Желаем всем доброй дороги и чистого неба! В этом году коллектив Центра образования пополнили два молодых педагога. Выпускницы Городецкого педагогического колледжа, которые закончили обучение с отличием, теперь учителя первых классов. И мы очень рады, что они присоединились к нам, потому что новая молодая кровь – это всегда очень полезно, это очень здорово для школы, это огромная удача. Мы будем стараться их поддерживать, помогать во всем, чтобы они почувствовали себя нужными, важными в этом нелегком труде. После завершения линейки первоклассники вместе со своими учителями отправились знакомиться со школой. Потом их ждал первый урок – урок знаний. Ростуризм продлил сроки продаж путевок в рамках туристического кэшбэка дополнительно на две недели. Туристы смогут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации, отметили в Ростуризме. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Пожарно-спасательные подразделения продолжают проливку тлеющих очагов пожара. На территории городского округа Первомайск открытых очагов горения нет, все очаги локализованы. Идет опашка, прокладка минерализованных полос и просек, распил деревьев и расчистка завалов. Пожарно-спасательные подразделения работают в круглосуточном режиме, обстановка находится под контролем. Сил и средств достаточно, сообщает Пресс-служба Нижегородского МЧС, а работы по ликвидации пожара продолжаются. Юбилейная выставка «Саров-4 сезона» торжественно откроется в нашем городе 2 сентября в 18 часов в художественной галерее. Экспозиция посвящена 330-летию нашего города. На выставке представят творческие работы саровских художников, произведения гостей города, написанные в ходе всероссийских пленеров в Сарове, а также картины из музейных и частных коллекций. Всего 56 авторов, два этажа экспозиции, более 200 произведений живописи и графики о Сарове. Также на вернисаже презентуют новый альбом о Сарове, темой которого станет смена времен года. Вход на торжественное открытие свободный. Гостям обязательно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Для лиц старше 6 лет. Режим самоизоляции для беременных продлевается в Нижегородской области до конца года. Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Также в указе сохраняется рекомендация для работодателей перевести сотрудников в возрасте 65 плюс и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на удаленную работу. За минувшие сутки в России выявили 18 368 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 402 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели еще 28 человек. Двое скончались. Из тех, кто госпитализирован, трое в тяжелом состоянии, остальные в средней степени тяжести. Команда из Сарова получила награду в региональном конкурсе «Мой бизнес». Жюри присудило им победу за проект «Вкусный фест» предпринимателей для города в номинации «Тимбилдинг для предпринимателей». Подробности далее. Кулинарные битвы, блюда, приготовленные на открытом воздухе, увлекательная шоу-программа. Впервые «Вкусный фест» в Сарове провели в 2019 году. Основная задача, которую реализует ежегодный гастрономический фестиваль – вовлечение предпринимательского сообщества в общественную жизнь города. В этом году «Вкусный фест» пройдет уже в третий раз. Гастрономический фестиваль сам по себе – это не ново. Они проводятся и в других регионах, и у нас все знают «Разамасский гусь». нова именно сама история участия, подхода, участия в организации предпринимателей, того, что они активят, креативят, они вовлекаются в другие городские мероприятия и общаются между собой. Со своей задачей проект успешно справился. Предприниматели активно сотрудничают, реализуют совместные проекты и благотворительные программы. В этом году проект решили показать на региональном конкурсе «Мой бизнес». Заявки также подали 9 муниципалитетов. Результат превзошел все ожидания, и «Вкусный фест» стал победителем номинации «Тимбилдинг для предпринимателей». Что радостно, не просто наш фестиваль признан лучшим, как лучшая практика. Мы не просто получили диплом, а еще и получили приз. Это сертификат на размещение рекламы, какой-то информации на баннерах города. В таких конкурсах Центр поддержки предпринимательства и Ассоциация промышленников и предпринимателей Сарова участвуют впервые. У нас еще есть много идей и проектов, которые мы могли бы представить на подобных форумах, рассказал Евгения Калачева. Третий гастрономический фестиваль в Сарове планируют провести 3 октября на набережной реки Сатис. 1 сентября на улицах нашего города можно было увидеть людей в белых футболках с эмблемой «Бегом за книгой». Волонтеры из подросткового объединения «Нокаут» совместно с библиотекарями вышли на традиционный осенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга-2021». Они задавали горожанам вопросы из истории Олимпийского движения и дарили памятные сувениры. Ежегодная всероссийская акция «Бегущая книга» призвана привлечь внимание к библиотекам, раскрыть их для читателей по-новому. Интеллектуальный забег сочетает в себе элементы игры и спорта. В День знаний волонтеры в футболках с яркой эмблемой стартовали от детской библиотеки имени Пушкина навстречу горожанам, чтобы задать им вопросы, рассказать интересные факты и подарить каждому заряд положительных эмоций. Плюс этой акции то, что горожане узнают о самой библиотеке, которую можно посещать, о том, что есть множество интересных книг, которые точно требуют внимания. Это интересно и для самой себя узнать что-то новое. В этот раз акцию посвятили теме Олимпийского движения. Волонтеры отправились по общественным местам города и задавали прохожим тематические вопросы об истории и символах Олимпиад, о выдающихся спортсменах и о том, где прошла первая в истории Олимпиада. «Мы спрашивали, а то в каком городе проходили Олимпийские игры, это было Токио, какие символы Олимпийских игр, какие были сами Олимпийские игры, летние или зимние, и многое другое». Организаторами акции в нашем городе традиционно стали библиотекари и волонтеры. Ребята проникаются в атмосферу акции и стараются принимать в ней участие как можно чаще, потому что считают, что такие мероприятия позволяют узнать что-то как и горожанам, так и волонтерам, и привлекают людей к чтению книг. «Первый раз меня привлекла именно работа с людьми, то есть именно работа с людьми маленького возраста, то есть это около 10 лет. Мне также понравилось то, что я узнаю больше всего нового, соответственно, это все равно будет мне полезно». В награду за правильные ответы горожан приглашали в библиотеку и дарили сертификаты на текстовые и аудиокниги на портале Литрес. Продолжается набор в объединении станций юных техников на новый учебный год. Ребята смогут заняться конструированием, судомоделизмом, радиоэлектроникой, познакомиться с миром компьютерных технологий, научиться создавать электрифицированную игрушку. Подробности далее. Складывать, умножать или вычитать в уме без труда, а также освоить необычную систему счета. Абакус юные соровчане смогут, записавшись в кружок ментальной арифметики, станции юных техников. Осенью здесь будет работать еще одно новое объединение. Учимся, играя для ребят дошкольного возраста. Спортивно-техническое направление у нас представлено двумя объединениями. Это авиамодельное объединение и судомодельное объединение. Там у нас занимаются ребята среднего звена. Они уже готовятся к серьезным соревнованиям российского, областного и даже международного уровня. Научиться создавать модели различных видов техники, познакомиться с историей развития транспорта, технической терминологии, а также освоить навыки чтения простейших чертежей, схемы рисунков, ребята смогут выбрать технические направления станции. Освоиться в современном IT-мире школьникам поможет кружок «Мир компьютера». Ребят мы набираем по этим направлениям, начиная с пяти лет. Естественно, более подробные консультации все осуществляются по телефону, либо с педагогами. Наши художественные объединения представлены такими кружками, как дизайн, прикладной дизайн и разноцветные капельки. Записаться в любое объединение станций юных техников можно через портал «Навигатор». Дополнительную информацию о работе кружков можно узнать по телефону 952-24. В Сарове завершился традиционный турнир памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Евгения Куницына. В этом году соревнования проходили в одиннадцатый раз и собрали четыре команды. На заключительном матче и церемонии закрытия побывала наша съемочная группа. Три дня, шесть игр, четыре команды. С 29 по 31 августа юные хоккеисты боролись за кубок. Саров принял на своем льду спортсменов из Мурома, Заволжья и Саранска. В прошлом году провести турнир не удалось из-за коронавирусных ограничений. В этом же традиционные соревнования, посвященные памяти выдающегося тренера Евгения Куницына, удалось возобновить. Он воспитал не одно поколение очень достойных мальчишек. Также он был заслуженным работником физической культуры и спорта. Поэтому, к сожалению, когда его не стало, для нас уже стала традицией. То есть в честь памяти его мы начали проводить этот турнир. Первые игры определили явных лидеров соревнования. Это команды «Кристалл» из Мурома и «Мотор» из Заволжья. Они разыгрывали между собой первое место. Со счетом 6-2 золота забрал «Кристалл». В последней игре за бронзу турнира боролась саровская команда и гости из Саранска – команда «Мордовия». Наставники считают, что эти соревнования – отличный старт для юных хоккеистов перед началом сезона. Ребята проделали большую работу в предсезонный период, так сказать, в подготовительный. Сейчас немножко выходим из этого состояния, когда тяжело, трудно, больно, слезы, кровь. Ну, потихонечку начинают двигаться, думать. Игра за третье место выдалась напряженной. На протяжении двух периодов соперники не отдавали друг другу преимуществ. Первый период закончился ничьей 1-1. Во втором счет открыл Саров, но на последних минутах Мордовия отправила шайбу в ворота соперника. Исход игры определил третий период. Саров забил Мордовии два гола. На последней минуте гостям все же удалось отправить Сарову еще одну шайбу. Финальный счет 4-3 в пользу Сарова. В целом неплохая игра получилась. Напряженно такая, так скажем, в кость-кость бились. Где-то немножко упускали соперника, и они вылазили, забивали нам. Также и мы где-то на их ошибках вывозили. Ну, немножко не хватило везения. На закрытие турнира остались только две команды. Саровскую команду наградили медалями и вручили кубок. В Мордовии вручили сертификат участника. Лучшие игроки обеих команд также получили награды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова